Виктория Потапова Виктория, но мы с тобой несколько раз, наверное, делали различные репортажи на мой ютубе, через зум и так далее, разговаривали на разные темы. Во-первых, я рад тебя видеть здесь и рад, что ты продолжаешь активно участвовать в общественной спортивной жизни. И хочу узнать, у тебя первое, вот этот турнир, почему, и зачем, и для чего, ну, как-то вот рассказать, почему ты вот решила вот так вот участвовать в этом мероприятии, и что это для тебя? Не знаю, наверное, это, во-первых, спорт, это движение, спорт, это жизнь для детей, это жизнь, развитие и будущим, чтобы все были собраны, воспитаны. Ну, не знаю, спорт всегда, это красота, джудо тоже красота. Да, если, ну, как, честный спорт, честная борьба, то это красиво, наверное, и это жизнь. И, как бы, это все происходит с помощью моих тренеров, с кем я сейчас работаю, это они меня сподвигают, говорят, надо не только бороться, нужно и думать о будущем, и вообще жить. Не только борьбой, а и, ну, как бы продвигать эту, если это нравится, ну, как я говорю, что джудо – это не только моя работа, а любимая работа, значит, нужно двигать дальше. Ну, я хочу сказать, кто, может быть, не знает о Виктории Потаповой, ну, Виктория Потапова – участница четырех паралимпийских игр, и паралимпиады под джудо проходят сегодня по только одному, да, направлению людей с ограниченными возможностями. Это только, как я знаю, только, ну, среди слепых, правильно? Нет, нет, это еще у глухих под джудо проходят, это, как называется, сурдолимпийские игры, но… А там джудо, оно, по-моему, и есть паралимпийских. Есть, да? Ну, Виктория Потапова, она… Да, Виктория, ты, ну, у тебя ограничения по здоровью – это полная потеря зрения. Ну, просто я так говорю, чтобы нашим зрителям было понятно, да, о чем идет речь, с кем мы разговариваем и так далее. Мы с тобой делали интервью, разговаривали на тему вообще, как спорт, и в частности джудо, может адаптировать людей с ограниченными возможностями, особенно слепых людей, к жизни в социальной среде. Ну, и сегодня тоже хотелось бы поговорить об этом, но сегодня соревнования проходят не среди людей с ограниченными возможностями. Вообще хотел спросить тебя, как сейчас обстоят дела в этой сфере, насколько ты уделяешь этому внимание о развитии джудо именно среди слепых? Ну, я пока еще сама участвую, но в основной сборной я состою. Ну, да, ты состоишь в основной сборной, но я думаю, что… Варьми тоже. Да, и борешься, и это хорошо. Ты не только, так сказать, знаменосец, да, и, так сказать, ведущий, да, всего отряда, ну, мне так кажется, вот. Но все-таки какие-то сегодня твои действия, ну, может быть, ты так, на будущее или как это, ну, первые шаги в этом направлении ты делаешь? Как вообще сейчас обстоят дела в джудо слепых? Ну, у нас вот сейчас, ну, как были, как соревнования для паралимпийцев вообще, для всех с ограниченными возможностями. Это был и слепые, и глухие, и лимб. Было по джудо и по тейквондо вот 11 ноября. Это, как это, ну, такие и соревнования, и в то же время присутствовали те, кто, ну, вот, меня тоже приглашали. Вот. И я там познакомилась как с ребятами, которых вот тренирует, ну, мы в одной сборной состоим, и она работает тренером в нашем интернате в первом, ну, вот, где я училась в первом интернате. Для слепых. И вот я познакомилась с этими ребятами, которых она воспитывает. Я скажу, это очень, достаточно, наверное, сложный труд такой, и ребята молодцы. Ну, они достойно выглядели на этих соревнованиях. Они тоже полностью невидящие, но выигрывали у тех, у кого есть остаток зрения. Так что спорт двигается, но я пока не тренирую. Я только на своих тренировках, с кем я тренируюсь вместе. Когда я не готовлюсь к соревнованиям, я стараюсь тоже помогать тренерам вкладывать какой-то... У тебя большой опыт как участника соревнований и вообще в дзюдо, да, в дзюдо паралимпийском, в дзюдо слепых. Как обстоят дела с привлечением тебя, как это сейчас модно, такое слово, амбассадора в этом направлении? Или Федерация дзюдо России, или Европейский Союз дзюдо, или Международная Федерация дзюдо? Не знаю, но Федерация дзюдо, мы в том году, как раз у них же есть такой проект, школы в обычных школах проводить 10 уроков дзюдо, и вот когда окончание, они дарили первый пояс, и вот мы были с Тимирланом, дарили эти первые пояса, как раз идет привлечение. Ну, это среди здоровых ребят. Среди наших тоже мы сейчас вот... Был вот неделю назад такой проект мы сделали тоже для спортсменов. Это в Серпухове. У меня друг, знакомый, там вот он был такой, как открыт. Он показывали дзюдо паралимпийское. И игровые виды спорта, это как голбол. Это чисто для слепых только. И пауэрлифтинг тоже был представителем, который вот... Вообще, ребята, кто у нас и паралимпийской сборной, и не паралимпийской сборной, он все показывали, чтобы привлекать детей больше других городов, тоже маленькие города, чтобы подтягивали, учили своих детей. А вообще какие-то... Ну вот я просто к чему хочу подвести разговор. Я недавно был на чемпионате мира по самбо, который проходил в Армении. Я познакомился с Романом Новиковым. Ты знаешь его, да? Он возглавляет комиссию по... Это который был в июне? Нет, чемпионат мира был вот сейчас вот в ноябре в Ереване по самбо. И Роман Новиков, он возглавляет комиссию по ФИАС, Международной Федерации самбо, по людям с ограниченными возможностями. Он сам тоже слепой. И вот именно направление самбо слепых. И, ну как бы вот в Международной Федерации есть такое направление, такая комиссия, такой отдел. В том числе и, я так понял, и в России он этим активно как бы занимается. Как обстоят дела вот именно в этом направлении, там, в Международном дзюдо? Ты что-то знаешь? Какие-то, может быть, тебя куда-то привлекают? Нет, меня никуда не привлекает, но там сейчас продвинули как новые правила. То, что у нас наконец-то разделили В1, В2, В3 и сделали две категории. Г-1 и Г-2, это кто видит, кто видит, это Г-2. И кто совсем не видит, их как бы разделили. Мы боролись и там вместе, а теперь будем бороться раздельно. Г-1, это невидящее, ну или какое-то светоощущение. Не знаю, по каким критериям еще. У нас просто еще российская команда, классификацию мы не проходили международную. Вот, и у нас сейчас все соревнования даже на российском уровне проходят вот по этим критериям. У нас осталось всего под четыре весовых категории. Ну, из-за того, что идет разделение, ну, видно медальные, вот, как, чтобы откуда-то еще целый комплект, сколько там медалей. На этом разделе я оставил только 48, 57, 70 и плюс 70. И у мужчин это 60, 73, 90 и плюс. Виктория, я, конечно, понимаю, что, наверное, ну, может быть, некорректный вопрос, да, как идет популяризация дзюдо среди людей, да, с потерей зрения. Все-таки, конечно же, ну, как бы хотелось, чтобы люди не теряли зрение, вот. Но все-таки, как сейчас, есть ли какая-то скамейка запасных в российском дзюдо слепых, как вот в этом плане развивается, вот, ты говорила, там, в интернате номер один, да, идет работа. Как еще вообще, ты знаешь ли, владельческой информацией, как по регионам России идет работа в этом направлении? Ну, по сравнению с тем, что было раньше, у нас больше стало, как соперников в женском дзюдо повысилось, как, ну, количество народов в каждом весе. И про мужское вообще, ну, там очень такая большая скамейка запасных, они очень, ну, очень такие, и, ну, много народов стало, как больше, по крайней мере. Значит, развитие идет, работа идет, берут тренера тренировать. Ну, вот, наверное, то, что сейчас стало разделение, сейчас будут тренера пытаться совсем незрячих людей тренировать, потому что не каждый мог взяться, да, это достаточно сложно получить тотального ребенка с нуля чему-то. Это очень сложная работа. Хорошо, если будут появляться такие тренера, классификации будет у них хватать на это. Как сейчас вообще, ну, самые такие регионы, ну, владеешь ли такой информацией регионы, где, ну, наиболее развита работа с детьми, подростками или взрослыми именно среди слепых? Ну, так, ну, как я не веду такую статистику, я как бы не отслеживаю, я не нахожусь в руководстве в таком, я приезжаю и борюсь, но знаешь, что у нас одна, наверное, из таких двигателей джидо – это Дагестан. Скажи, пожалуйста, ну, вот сегодня, конечно, интересное спортивное мероприятие проходит, и Динамовская лига джидо, и я знаю, что, конечно же, то, что Алексей Котов, да, твой наставник, так скажем, да, который… Тренер. Да, наставник, тренер, который тебя, ну, так, ведет по жизни джидо, да, по пути джидо. Ты Динамовка? Нет. Ну, как, я у них в клубе тренируюсь, с ними вместе тренируюсь, но стою в другой школе. Хорошо. Ну, тоже у него. Я официальный тренер. На следующий год Олимпийские игры в Париже. Планируется ли вообще участие в Паралимпиаде спортсменов-джиудаистов-слепых? Ну, мне кажется, нет, к сожалению, но почему-то кажется, что нас не допустят, потому что, как один из таких, ну, это неподтвержденно, я не могу это, ну, как утверждать это, но сказать, что даже паралимпийцам, именно паралимпийцам даже запретили уходить за другие сборные тренироваться. То есть не только это не российские, как вот, они уже много лет не боролись за чемпионаты России, хотели перейти в другую страну, даже им сказали, что если вы привезете российского спортсмена за вашу страну, то дисквалифицируют всю сборную. Ну, я не могу утверждать, что это правда или нет, это как один из таких, так что, наверное, вряд ли нас допустят до Паралимпиады. Хорошо. Виктория, мне хотелось бы больше сейчас еще, может быть, немножко времени у тебя отнять, но тем более, раз ты здесь, я думаю, что это хороший случай, чтобы побеседовать с тобой именно на тему, ну, детская слепота в плане того, что для родителей, да, как родителям, какие инструменты они могут использовать, и вообще рекомендовал ли ты использовать дзюдо, как вот ту технологию, которую может адаптировать ребенка. Мы с тобой как-то говорили уже, да, делали репортаж, но все-таки вот в прямом эфире тоже хотелось бы, чтобы ты прокомментировал мой вопрос. Что ты можешь посоветовать родителям, которые столкнулись с такой вот проблемой, когда у них или дети, или там, ну, как бы, или уже слепые, или, ну, как бы, вот болезнь какая-то со слепотой связана? Ну, я в начале же нашего с вами разговора сказала, что дзюдо – это жизнь, и спорт – это тоже свое родное движение. Это движение, если с детства заниматься с ребенком, с маленьким ребенком, его адаптировать к спорту, это его координация, ориентация в пространстве будет хорошая. Ну, вот, насколько я знаю по себе, я же начинала в школе со спортивной гимнастики, а это еще больше вращений, ковырков, и как раз-таки это ты не теряешься в пространстве, ты, если ничего не видишь, то ты быстро потом можешь сориентироваться, где ты находишься, как слышать, чувствовать все, и ты быстрее в пространстве можешь сориентироваться. Ну, спорт всегда помогает. Тем более дзюдо, он такой многогранный, и в разминке там уже все, есть акробатика, и все-все-все, и растяжки, и это, ну, знаю, так. А вот родителям, которые, ну, имеют детей вот таких, вообще как сейчас, ну, вот если они, допустим, заинтересовались дзюдо, вообще куда обращаться, вот, знаешь, как бы должна же быть какая-то точка доступа, кому звонить, кому обращаться, вот мы хотим ребенка отдать на дзюдо, как, что ты можешь посоветовать, куда таким родителям обращаться? Ну, сейчас же и есть, вот, спортшколы, как, ну, в Москве, и при этих спортшколах есть адаптивные, как, отделы. Там вот, ну, занимаются всеми видами спорта, ну, как разделы, также и дзюдо, и плавание, ну, скорее всего, там обращаться, потому что они, ну, занимаются всем таким, и знают, где, в каком месте, где тренируются, где тренируют. Ты сейчас тренируешься вот в клубе «Динамовис», да, где и у Алексея Котова. Как там работа с, вообще, идет ли там работа вот с таким контингентом занимающихся, приводит ли туда таких детей, или это пока нет такой работы, или, может быть, стоят перспективные какие-то планы? Нет, ну, у них в основном, вот, у нас в Москве тренера, и ездят в школах, они в интернатах тренируют, потому что, ну, собрать, довезти, куда-то привезти, организовать вот это все среди недели, это очень... Тем более, они где учатся, им там удобно спуститься в зал, подняться в зал, дойти до тренировки, это, ну, как бы, гораздо удобнее, чем просить родителей, чтобы, потому что, если кто-то работает, они вряд ли будут привозить, как-то вот. И, соответственно, если есть в интернате, то тренируются там... Виктория, а вот про интернаты, какие сейчас, ну, допустим, мы говорим о Москве? В Москве только один интернат, да, это первый или... Нет, первый, это для слепых, и, ну, вот, они учатся по Брайлю там, а есть интернаты слабовидящих, это второй и пятый интернет, второй это, да. А там, там есть дзюдо? Во втором интернате есть. Во втором интернате есть. Вообще, как легко идут директора интернатов на вот такое направление дзюдо? При своих интернатах, при своих учебных заведениях? Или это тяжелая работа, так вот договариваться? Ну, вот, я просто помню, что мы как-то с тобой об этом говорили. Я в свое время пробовал там тоже организовать что-то. Вот на Алексеевской, да, там первый интернат, да, находится? Да, на ВДНХ пятый. А как вообще легко дают, ну, директора, вот, ну, выход на создание таких направлений? Честно, не знаю, я, как бы, с этим не сталкиваюсь, не занимаюсь таким. Ну, вот, это руководство как раз Юга, наши спортсколы, это они вот, как, наверное, добились, чтобы вот в первом интернате смогли дети тренироваться, дзюдо туда завезли. Это во втором, ты имеешь в виду? А, в первом вы именно занимаются. И во втором тоже, но я туда, ну, не ездила, не знаю, как. Я знаю, кто тренирует там, и с ними пересекаемся на соревнованиях, с этими ребятами, но я у них на тренировке. Это же интернаты, туда очень сложно, в школу попасть. Взрослому вообще, если ты не стоишь в этой группе, туда, на тренировке, трудно попасть. Виктория, ну, в завершение нашего небольшого такого интервью, да, разговора, следующий год он такой, как бы, олимпийский, плюс год 60-летия, как дзюдо в Кольщиново-Олимпийскую программу. Что ты можешь пожелать всем дзюдоистам, несмотря на то, слепые они видели, видящие, зрячие, твои пожелания и вообще всем людям? И тем более Новый год на носу, как говорится. Да, точно. Ну, хочу пожелать, чтобы всех в Новом году и у дзюдоистов, тем более, чтобы их путь был мягким, бюстром, и чтобы они достигли того, чего они хотят, если у них есть цель, чтобы они мягко подошли к нему и все, что можно, выиграли и забрали в свои руки. Ну, и обычным людям тоже, чтобы они были счастливы. Я говорю, красота победит, мир и доброта тоже. Спасибо большое, Виктория. Да, конечно же, я присоединяюсь к вашим словам и хочу вам тоже пожелать всего самого наилучшего в Новом году и вообще во всех годах, которые нам отведены, и чтобы у вас все было хорошо. И напомню, что мы беседовали с Викторией Потаповой, заслуженным мастером спорта, многократной призеркой Паралимпийских игр. Турнир на призы, который вот сегодня проводится здесь, в Московском центре боевых искусств. Спасибо, Виктория. И до новых встреч. Виктория, тут, оказывается, сейчас секунду написали пару вопросов. Вот мне тут в чат прямой трансляции. Я зачитаю их тебе. Может быть, что-то мы сможем ответить еще, да? Хорошо? Виктория, добрый день. Мы вами восхищаемся, какая вы сильная. Не то, что мы здоровые, ну, как бы, человек, да? Пусть у вас будет все хорошо и все получается. Оставайтесь такой же энергичный и неунывающий. Побед вам быстрых и красивых. Спасибо. Спасибо большое, да, вот нашим, так сказать, слушателям, те, кто смотрит прямой эфир и те, кто слышит сейчас и потом в записи. Все, мы уходим пока со связи. Наблюдайте, вот утешительные поединки, а потом будут финалы.